перед ужином 28 мария 6 часов вечера 165 на 97 было уже даже 140 все наши болезни от нервов переживание недосыпа переедание тоже конечно пошла на ужин девочки и мальчики я видела комментарии которые спрашивали о каких-то таблетках для поднятия железа и сердечной мышцы не хочу вводить в заблуждение будет русскоговорящий врач сейчас выходные в германии не было сегодня русскоговорящий врача и я спрошу название точно и напишу вам или скажу или даже напишу что под нами написала на листочках на листочке я сниму его видео не могу сказать не ну вообще конечно можно было подойти к медбрату и сказать напишите мне перечень лекарств которые дают не хочу лишний раз знаете как-то напрягать она когда свой человек ну знаете уца одного ты с ним роду и племени то и язык у тебя находится быстро общее как-то и темы общие ну то есть я комфортно себя чувствую с врачом русскоговорящим я не забыл я помню я все спрошу и скажу вам открыла столовая пойдемте посмотрим что сегодня дает значит ужин не дали дынку два масла . хлебушек сырочек два кусочка колбаски салатик бананчик йогурт и чай я тут ясным глазом чтобы не поверила что дынька халява попробовала действительно дынка сегодня у меня 283 воскресенье а понедельник уже сегодня понедельник 29 посмотрим как будет послезавтрака пошла кого-то инсулин я сама себе колол инсулин длины в ногу мне увеличили на 4 единицы было 10 стала 14 и все и утренний дневной и вечерний уколы инсулина тоже увеличили и на 4 и на 3 единицы потом за еще высчитывать рисовать по таблице добавлять покажу медсестре буду тоже сама принесла ну и мой завтрак как всегда где живу повторяющийся день за днем два кусочка сыра хлебушек колбаска маслечко конфитюр булочка помидорчик огурчик кофе с молоком сахарозаменители есть но я его не ложь и одного вам и мне аппетита всем хорошего здоровья прекрасного настроения у гражданки старостенко не может происходить тихая спокойная жизнь значит вчера вечером сижу я за столом где-то наверное полдесятого думаю ну вот-вот надо дотянуть хотя бы до полодиннадцатого чтобы уснуть потом хорошо я сделала себе ромашковый чай и у меня сижу никаких продуктов запрещенных я тут не ем никаких медикаментов не пью ни кремами не мазями какими-то новыми не мажусь у меня стала покалывать лицо коль 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 я понимаю что это аллергическая реакция к это не могу понять на что и начинаю раздражаться где внизу как двойной подбородок но где у людей двойной подбородок вот очертания но это скулы наверху а это не знаю как называется в общем не зовут здесь вот возле бороды и по правую левую сторону меня стали колики и так чух-чух-чух и горят щеки а у лицо у меня чистое у меня вообще нет никаких высыпаний не угрей вот только одни морщины глаза рот а нос ну это так отступление как бы как бы пошутила и я фотографировала лицо это слава юли юля она прям такими мелкими красными пятнышками изнутри не не прыщи а пятнышки юля говорит у тебя какая-то лирическая реакция вот ну юля как всегда говорит вот всегда нужно говорить что я не знаю есть у меня лифте или нет прежде чем они тебе что-то колет не должны проверять от его впервые у меня нет аллергической реакции все ну приходит медбрат в десять часов я ему показываю он к и да 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 аллергическая реакция все он связан позвонил старостенко 317 приходит врач русскоговорящая это нет вас ничего нет я говорю у меня вот и подмышкой чешется ну то есть я понимаю что это ненормально но так коль коль где-то знаете вот какую ты чешется или может быть мне какой-то новый инсулин в кололи мне сегодня говорю что там подкалывали принесли такой тоненький шприц и кололи на года нет это я сказала что вам подкололи еще 2 единицы ну что делать она как нету все хорошо то есть я ничего не вижу но это знаю свое состояние она говорит ну вот если что как вот кнопка вызова сразу медбрат придет я здесь всю ночь сегодня еще один врач будет русскоговорящий не знаю сейчас вот до сегодняшнего момента ну вроде бы у меня так перестала явно чухаться и краснота это ушла но знаете вот я сижу и вот здесь кем говорю где борода и по правую по левую сторону он так как то неприятное ощущение не знаю я выпила таблетки сама себе уколола инсулин и длинный инсулин и короткий ну не знаю как правильно называется он ну под наблюдением медсестры все как они говорят делаю сначала на 2 миллиграмма потом нажимаю чтоб вышла капелька дальше докручиваем не увеличились инсулин докручиваю сегодня колола 14 длинный инсулин и 12 короткий потом будет у меня в 1230 и 1830 все но еще таблетку то что я не знаю что это такое было но ощущение довольно таки неприятные буду надеяться что это знаете что я ушла по улице где-то пыльца хотя прихожу и сразу умываюсь сразу умываюсь но просто здесь нет нигде но я не знаю где-то магазины там кого машины вы знаете крем не вея и мазать кремом не но детским каким-то противоаллергическим аллергеном я думаю может быть где-то что-то цвело я прохожусь ну и спрашиваю а сколько я буду лежать в больнице домой пока нет ремонтируем а я раз как у меня будете ремонтировать она говорит на неделю две две недели лежать она говорит почему лежать ходите ну как бы я говорю на это процесс долги сегодня у вас сахар упал завтра он поднялся так что процесс довольно таки трудоемкий это же у вас сахар ни одного дня ну конечно я понимаю сначала его нажрать а потом вот врач да она все таки окончила в семь лет училась окончила высшее медицинское учреждение у нее и специализация узкая она наверно понимает вот она тоже говорит все болезни в первую очередь от стресса я говорю о младенце у которых сразу рождаются и сахарный диабет у них от какого стресса ответа не нашлось а мне что сказать так что я думаю что это все таки иммунная система не только там от стресса это образа жизни много сопутствующих факторов вот так тишина птички поют хорошо я сегодня помыла балкон здесь на балконе пятно крови она уже так велась она не отмывается и я его мыло 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 и не домой как положено мне нет средств чем мыть отчета сегодня уборщиц как ног девочки которые убирают палату я не видел да никто что балконы не мой к стульчики когда я пришла сюда там влажные салфетки есть на посту вытирала так пойду померю теперь давление какое же у меня сегодня давление вам скажу не отключаюсь сейчас ай моментом 155 на 92 в космос нелетим сейчас еще раз перемеряется из основа практически тоже самое не действует только действует меня на нерву он сайт он не обознано так мы принесли мне план действий что мне нужно делать завтра сегодня еще не знаю ну каждый день план до 3 часов а потом новый план так все как обычно ничего но ничего пришла села в закутки в коридоре моют полы девочки моют они все равно топчутся моют а люди все равно топчутся я как порядочная заделалась тут вот роутер наверное может мне будет супер интернет сейчас получила пиздюлеет медперсонала на завтраки во время завтрака мне немножко затошнило я съела хлебушек колбаску думаю сыр с булочкой заберу с собой и потом думаю часов 10 скушаю здесь палате ну так и сделала забрала с собой сижу кушаю начало одиннадцатого она говорит ну нет так нельзя так нельзя никаких мог перекусов нельзя делать нужно все съедать во время завтрака обязательно мы нормально все с собой берут заворачивают в клеёночку если так что недоедают но это в пленку обматывает я поступила нейтрально ну как если мы даже что-то из дома но какого дома будете кушать вы должны нам говорить почему конечно к этому неприятная ситуация вы знаете у меня такое впечатление как будто бы я там где-то надурила сама из-под кровати что-то ем вот так вот так не буду делать даже если не хочу есть не буду собой забирать пусть там будет правда не могла прям найти окно не лезет кусок и все не знаю почему может потому что на однотонно монотонно организм не какой-то сбой не хочется кушать потому что мы дома с юлей привыкли кушать один раз и вообще люблю ночью кушать ну думал к я нас и вот по юля тоже знаю ты любишь ночью покушать мы их не обедаем то что там в тарелке нам обязательно остается я ее потом забираю к себе в комнату и потешить подъедаю подъедаю сначала килограммами ели один раз набьем пузо а потом ой 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 в общем вот так ну какой-то осадок у меня остался сегодняшний обед значит спаржа голландский соус свиной шницель картофель со специями яблочко и нектарин буду кушать вот интересно какая спаржа здесь на вкус не думая тогда когда мы делали можно есть но я от нее не восторг я скажу вкусно или не вкусно значит шницель вкусный классный чесночком спаржа тоже мне не нравится обычная тварная спаржа не спаржа это не наши картофель дома вкуснее и соус этот соус очень вкусно классный шницель и соус 5 баллов из пяти все остальное просто вкусно мне все хочется сказать что сегодня воскресенье сегодня понедельник походу что-то испортилось и как тучи идут хорошо сильно было жарко пусть будет не жарко пусть будет хорошо ну как и расскажу вам теперь а то я поела и не рассказываю какое у меня после вкусе вкусно вкусно ну если мне еще сказали бы раз закажете ли вы такой обед я сказала да на первом месте пока еще не выбрала какой потом потом скажу и сейчас будут давать поле на колено это по-моему завтра ну вот спаржу все равно не наше блюдо вот чтоб мне хотелось ее нет а соус если у меня была возможность никто бы не видел я вылезла тарелку правда такой вкусный вообще классно у нас на бумажках написано я потом перевела когда уже зашла в палату написано там один биштек со дна там булочка один хлебушек два масла я это честно говоря и не читают потом только прихожу собираю думаю знать эти бумаги шуб дома потом смотреть оказывается там написано три картошки отдали по две картошки а мне тоже дали 2 и женщина там взрослая я врушена там стала ругаться спрашиваю у русскоязычных ну как ругаться может она не накушивается не знаю тут же нет ближайшего магазина чтоб можно было пойти и что-то купить себе может родственники не привезли ну и зачем вот что-то привозить когда я сегодня пошла после ну правда после завтрака встала на весы ищу ну то есть вот как нахожусь здесь плюс 3 килограмма плюс 3 это конечно дома это надо столько обжираться чтобы тебя потом плюс 3 дала даже то что я кушаю на ночь он все равно держится вес и ладно я вам завтра расскажу расскажу вам завтра какой у меня был вес самый большой и как я о нем узнала и что я делала ждите завтра это как бы это анонс анонс доктор подошла русско говоря еще и не узнала красивая такая тоже находит в маске завернула волосы и пошла а здесь волосы раз пушила красиво такие глаза подмазала и идет по телефону а муж ей говорит я не пойму а куда ты намылилась а он не здесь он не в германии она говорит да я ничего не намылилась я вот так же выгляжу как всегда и потом она уже положила трубку с ним ярда нет не такая еду учим здесь вот есть дом где можно жить нет персонала один дом и второй я не знаю в одном доме живут в другом нет там кто-то написал бы в комментариях вой что вы выдумываете живут на съемных квартирах ну зачем мне выдумывать вот мне что сказали то я вам говорю и не то что там google переводчик не перевел я тоже спрашиваю чуть-чуть за дома а что это такое с нами когда медбраты шел и девочка с нами была наш которая меня привезла он говорит это для персонала здесь могут жить почему-то вот в этом где я сидела тогда снимала облупленном доме никто что-то не захотел жить так идет мой сосед отключаюсь пока сейчас девочка медсестра пришла померить давление 117 на 70 космические варианты мне можно запускать старта сфере я правда поразилась таких результатов не помню со времен далекой юности отлично отлично так может мне тут нет венгер будут держать скажут гражданка вы молодец отправляйтесь домой и ваши набранные 3 килограмма это не что по сравнению с вашими показательными здоровья видят этот красная кнопка оказывается на нее можно нажать а нет у меня тут висит желтенькая свет опасно вызвать нет персонал еще не пользовалась еще не вызывала ну во первых тогда когда капельница не знала что можно нажать и она работает во-вторых помню больницы в украине есть таких но кроме реанимации а так во всех палатах якобы не должны быть у нас они у нас есть но они всегда не работают